Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Инвестор малмошской фермы, где гибли животные, намерен восстановить ее. Договоры уже подписаны, сейчас идет процесс оплаты. По данным правительства области, новый собственник хочет остаться на территории района и отремонтировать помещение фермы. На встрече с зампредом Юрием Терешковым предприниматель заявил, что у фермы есть будущее. На данный момент на площадях агрофирмы Калинина находится более 700 коров и 33 лошади. Чиновники заверяют, что животные обеспечены кормом, водой и лекарствами. Недавно животных перевели из проблемных помещений, где было сломано оборудование, в более благоприятные условия. Напомню, на ферме под Малмышем от голода и жажды погибли более сотни животных. Возбуждено уголовное дело. Экономика. В Кирове есть 135 мест для киосков о свободных территориях. Для размещения нестационарных торговых объектов напоминают в администрации города. На данный момент таких мест в разных районах Кирова 135, все они указаны в перечне. При этом на большей части территории можно разместить только павильоны с печатной продукцией и периодикой. Таких мест в перечне 88. Кроме того, есть несколько мест для цветов, непродовольственных товаров, продуктов и выпечки. Что касается самого павильона, то он должен соответствовать требованиям каталога типовых архитектурных решений. В эфире экономика. Более двух тысяч кировских семей в 2022 году получили региональный мат-капитал. Он дается семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Основное условие – регистрация ребенка на территории Кировской области. В 2022 году этой выплатой воспользовались 2330 семей региона. Она предоставляется в двух вариантах. 50 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Деньги можно потратить на любые цели. Либо 100 тысяч на погашение ипотеки или первоначальный взнос. Деньги на ипотеку, к слову, предпочла направить только треть получателей регионального мат-капитала. При рождении четвертого и последующего ребенка семья также получает право на дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей, которую можно внести в счет погашения ипотеки. Программа будет действовать до конца 2026 года. И в завершении выпуска курса валют доллар сегодня 68 рублей 87 копеек, евро 74 и 59. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика».